Привет! Лёшка на проводе. Немного про вирус, про Китай и про те перспективы, которые нас ждут. И начнём мы с того, что обратим внимание на три очень важные вещи, которые стали известны по Китаю. Интересно то, что Китай ограждает всех нас от информации, от любой, поэтому всю информацию мы получаем, в общем-то, от наших агентов, от живых людей, которые живут в Китае. Итак, вот три момента, на которые я бы обратил сильное внимание. Первый момент и самый важный. В Китае началась такая ситуация, как создание карантинных зон. Значит, если в подъезде, если в квартире есть заражённый, ну, с положительным результатом теста, то квартиру фактически закрывают таким образом, чтобы её нельзя было открыть изнутри. Если в подъезде несколько инфицированных, то закрывают весь подъезд. Причём заваривают дверь входную таким образом, чтобы нельзя было выйти из подъезда. Если достаточно большое количество инфицированных в районе, то весь этот район ограждают заборами, и из этого района выйти невозможно. Ну, все страсти в этой ситуации опустим. Хотя, конечно, большая проблема и с водой, и с едой в этих районах существует. Настолько острая, что, в общем-то, во многих районах начинается паника, и начинаются некие революционные призывы к свержению власти. Второй момент, на который я хотел обратить внимание всех вас, это то, что Банк Китая заявил о создании национальной криптовалюты. И начал изымать деньги из оборота, наличные деньги из оборота. Значит, старые купюры уничтожаются, сжигаются. Более-менее свежие купюры обрабатываются, ну, вот говорят, ультрафиолетом, либо специальным распылителем. И денежные знаки удерживаются в карантине 14 дней. Соответственно, Банк Китая говорит, что будет начнет выпускать новые купюры взамен уничтоженных и карантинных. Но когда это начнется, никто не знает. И так, в этой ситуации нам только интересно знать, что официально правительство Китая признает, что на бумажных деньгах вирус может сохраняться 14 дней. И, наконец, третья информация очень неожиданная. В Китае началось уничтожение, ну, сначала домашних животных, а теперь уничтожают скот. Значит, практически все свиньи и так далее сбрасываются в яму и поджигаются. В принципе, это видео даже я выкладывал у себя в Фейсбуке, можете посмотреть. Любопытное зрелище. Итак, вот три основных момента, на которые стоит обратить внимание. Есть еще масса интересных моментов по Китаю, но оставим их за кадром и перейдем теперь к пониманию, что из этих трех факторов, как эти три фактора отразятся на нашей с вами, на нашей с вами жизни, на нашей с вами работе в будущем. Итак, первые порты, многие порты в Китае начали работать в полную силу. Однако, через неделю их работа была фактически парализована одним неприятным моментом. Как оказалось, 90% водителей траков, которые доставляют контейнеры в Шанхай и в Нингбо, находятся под карантином. Именно в тех зонах, о которых я говорил. То есть, находятся фактически под домашним арестом. Я в Фейсбуке тоже выкладывал фотографии парковок, которые забиты пустыми машинами. Они забиты в связи с тем, что водителей нет. Водителей под карантином. Соответственно, беда пришла оттуда, откуда мы не ждали. Мало того, что нет товара, который можно экспортировать из Китая, так еще нет транспорта, которым можно этот товар экспортировать. Вот эта ситуация будет продолжаться как минимум 14 дней. А скорее всего 24 дня. Это как минимум, потому что уже ходят слухи о том, что ингибационный период вируса составляет в некоторых случаях 24 дня. Таким образом, в ближайший месяц мы будем видеть ситуацию коллапса в портовых зонах Китая. Кроме этого, эта же ситуация отразилась и на заводах. Интересно наблюдать. Один из наших поставщиков завод начал работать как раз 10 февраля. Проработал ровно 4 дня. Через 4 дня на этом заводе обнаружился один инфицированный. И весь завод закрыли, отослав всех работников в этот самый карантин. Соответственно, 14-24 дня эти люди на работу обратно не выйдут. Соответственно, наш клиент из России, который получал товар с этого завода, не будет получать товар, как минимум, отгружать товар из Китая, как минимум, еще месяц. Возвращаясь к следующему пункту по поводу денег. Есть два момента. Первый момент. Революция криптовалюты, видимо, в ближайшее время нас все-таки ждет. Причем на государственном уровне. Что упростит, конечно, расчеты между населением. А также приведет к банковскому кризису, скорее всего. Потому что банки, как посредники, нам становятся не нужны. Криптовалюты и все управление платежами, налогами концентрируется в Центральном банке страны. Соответственно, для банков остается минимальный набор услуг. Это выдача кредитов населению. И второе. Ведение валютных счетов. То есть счетов других стран, которые не являются криптовалютами других стран. Все остальные операции по денежным переводам остаются за Центральным банком, за единым сервером, который управляет всей этой национальной криптовалютой. И, наконец, третий момент. Это то, что началось массовое уничтожение скота. Это значит, что в самое ближайшее время в Китае начнутся проблемы с продуктами питания. Скорее всего, к глобальному голоду это не приведет. Но цены на продукты питания повысятся во всем мире. При этом количество продуктов питания будет явно недостаточно по запросам рынка. Вот, в принципе, три момента, которые нас ждут в самое ближайшее время. И, в принципе, можно прикинуть, что в ближайшем обозримом будущем вся производственная структура мира будет изменяться. Я слышу уже разговоры о том, что Apple хочет перевести производство из Китая в другую страну. Я слышу разговоры финнов о том, что производство в Китае – это очень рискованный вид бизнеса. Инвестиции в производство Китая – это очень рискованный вид бизнеса. Ну, ссылаясь на то, что в Китае употребляют в пищу диких животных, что есть риск. И заканчивая тем, что в Китае все-таки коммунистическая страна, которая не является прозрачной. И решения партии могут идти конкретно в противоречие с интересом инвесторов. Ну и, наконец, последнее, что коснется именно нас. Я думаю, что логистика очень сильно изменится. Я слышу сейчас информацию из Шереметьево, что там отправляют людей в отпуск, в неоплачиваемый отпуск, внеочередной. В связи с тем, что грузов не хватает, из Китая вылетов мало, грузов совсем мало. И ходят слухи, что, вот опять же, возвращаясь к денежным знакам, на которых есть риск, что бактерии, вирусы остаются более 14 дней. Есть шанс, что вся авиаиндустрия логистики из Китая будет приостановлена в самое ближайшее время. В Финляндии говорят о закрытии всех авиарейсов с Китаем с 1 марта. Пока это только разговоры. Но если предположить, что вирус сохраняется на бумаге 14 дней, то понятно, что вся индустрия логистики, авиалогистики должна быть кардинально изменена. Соответственно, нас ждут отправки в отпуск в ближайшее время. Если ситуация не переломится в лучшую сторону, то нас ждут банкротства в логистической сфере и банкротства производств, которые основаны на китайских частях. То есть то, что мы видим сейчас в Германии, это проблемы у Фольксвагена, у Мерседеса, у других компаний. В связи с тем, что, как оказалось, много частей в этих машинах из Китайской Народной Республики. Соответственно, поставки этих частей практически приводят к производству к временному закрытию до тех пор, пока не будут обнаружены новые места производства этих самых частей. Вот в двух словах, что происходит сейчас. То, что мы слышим сейчас от наших агентов в Китае и из чего мы делаем такие выводы, какие вы слышите. Берегите себя. До очень скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok